Тысячу долларов. Просто дают. Эти деньги он позвать на приведение товаров, произведенных японскими компаниями. Потому что японские компании производят такие товары, которые десятки лет не выходят из строя. Черт их возьми. День добрый. А что у нас с экономикой реальной? Как дышат? Чем живут наши предприятия? Сегодня едем к известному эксперту по промышленной политике Владимиру Дашевскому. В прошлый ролик очень позитивные отклики вызвал и написали, что надо ездить к нему постоянно, что спикер хороший. Владимир Давыдович, добрый день. Добрый день. Давно вас не видели. С тех пор, как вы дали интервью, рассказали про Льва Толстого. Если буду жив. Точно. ЕБЖ. Он все письма подписывал последние годы. ЕБЖ, да. Давайте я быка с драга возьму и буду задавать вам острые вопросы. Вот буквально в пятницу общественность финансово взбодоражила мини-скандал с обзором Сбербанка СИП, когда аналитик высказал нелицеприятное мнение по поводу развития компании после 19-го года Роснефть. И все это кончилось тем, что обзор пришлось отозвать. Вот как это в зеркало обзора, что это показывает нам? Во-первых, нам показывают, что существуют лица, которые возглавляет некая компания, которые не подлежат оценке общественного мнения. Это аналитик. Он не политик, он не государственный деятель, он не принимает никаких решений. Он только извещает о складывающемся общественном мнении. Но в частности, мнение в бизнес-сообществе. Из-за этого делать скандал, это просто показывает, что на самом деле, если так грубо сказать, рыло в пуху. Значит, на самом деле, не так все благополучно. И поэтому всяческая оценка, она воспринимается как покушение. Во-вторых, что совсем плохо. Что все-таки государство так или иначе выдавливает бизнес из экономики, из экономической деятельности. Особенно такой, который приносит заведомо при прибыли. То есть, это нефть, газ, ну, может быть, уголь и лес. И концентрирует все эти виды деятельности в своих руках. Мы уже это проходили. И вновь возвращаться, мне непонятно, для каких это целей. Причем, есть одна очень любопытная деталь. Роснефть, ну, и другие государственные корпорации, они зарабатывают хорошие деньги. Они платят налоги. Прекрасно. Но, оказывается, огромные суммы они тратят на всякие государственные проекты. Значит, если бы эти деньги поступили от частного бизнеса, то они бы были другие деньги. Их бы нельзя было, значит, так же использовать на чемпионат мира по футболу, на, я не знаю, на какие-то еще гигантские всякие мероприятия, олимпиады, строительство, там, заповедников, я не знаю еще чего, много чего. На это все огромные деньги выделяет «Газпром» и «Роснефть». Значит, на самом деле, государство просто не доверяет, что бизнес, на самом деле, может быть, и заработает такие деньги, а может, даже и больше. Отдаст ли он на такие мероприятия? Мне известно. Ребята, но он даст бюджет. Он отдаст бюджет, налоги. И вы из налогов, пожалуйста, как все это делают. Я, например, практически никогда не читаю одну из полос коммерсанта, которая называется «Русфонд». Которая печатает, по-моему, раз в месяц, а может быть, чаще. Печатает вопли «Помогите Диме, помогите Маше, помогите Саше, помогите детям, они умирают». Эти операции у нас почему-то не делают в России. Хотя у нас министр здравоохранения на голубом глазу сообщают президенту, что народ счастлив. И если бы мне сказали, я бы не поверил. Но я сам это слышал, слова ее. Народ счастлив. Чем же он счастлив? Оказывается, он получил доступ к высокотехнологической медицине. «Абсолютная ложь». Я и на себе испытал, и мои близкие, и мои друзья, и мои знакомые. Прежде чем они получили этот доступ, они прошли муки ада, не преувеличивая. Они много же раз хотели бросить, «Да хватит, да брось, не пойду я». «Нет, нет, нет, ну надо, ну как же, как же там» и так далее. Хотя, действительно, если бы это были частные деньги, то они это не потянули бы. Такие услуги, они там сверхдорогие, там и так далее. А на это денег нет. Поэтому, на самом деле, вот это сам по себе факт возмущения оценкой, даже это не оценка, это обзор мнений, выполненный Сбербанком, показывает, что мы далеко пойдем. Нам закроют этих СМИ, которые смеют иметь свое мнение. Отличное от того мнения, которое высказывает «Газпром» или «Роснефть». Кстати, «Газпром», обратите внимание, ведет себя гораздо более скромно. он не затыкает рот никому, он против никого не выдвигает судебные иски журналисту или газете, выставить судебный иск за то, что она посмело упомянуть компанию. Черт возьми, но это не знаю. Я думаю, что вы, кстати, находитесь в стенах компании, которая тоже находится в конфликте с «Роснефтью». Было бы ничего страшного. Конфликт это нормальная ситуация, особенно в такой экономике, которая находится на очень таком ответственном, я бы сказал, направлении крупной державы, крупной государственной экономики и так далее. Было бы ничего страшного, не было бы, если бы это был относительно нормальный суд. но я не знаю, я сам юрист, кандидат юридических наук, и когда, ну, помимо того, что доктор экономических, но сначала я стал по воле советской власти, правда, но я стал кандидатом юридических наук, то читая материалы, исковые материалы «Роснефти», просто диву даешься. Мне сначала даже казалось, что это они разыгрывают, что потом, когда все это, вот они придут, вот все соберутся, а потом кто-нибудь выступит, скажет, да ребята, дай-то мы пошутили, я хотел посмотреть, как вот вы реагируете, действительно вы чувствуете ну, такую вот правовую природу, да, кажется, ничего подобного, все наоборот продолжается и усугубляется. Уже теперь 200 миллиардов надо, уже даже 120 или 130, которые, это уже это мало, ну и так далее, потому что на самом деле даже беспристрастные аналитики, есть такие, которые не очень благоприятно относятся КФК-система и те разводят руками и говорят, ну нет, это что-то непонятное. Ну, 13 ноября вот будет очередное, последнее, я надеюсь, может быть, не самое последнее, одно из последних заседаний, судебных заседаний, и мы, я, например, уверен, как оно закончится, естественно, они закончатся в пользу Роснефти, а не в пользу частной компании ФК-системы. Поэтому на самом деле это плохой плохой такой признак. Мне вспоминается в связи с этим очень неприятная аналогия. Я не помню автора этого этого человека. К сожалению, очень много все-таки сейчас фамилий, память, видимо, моя перегружена, а может, и возраст сказывается, не знаю, но я многие фамилии стал забывать, хотя раньше никогда этим не страдал. Был один довольно-таки известный деятель, может быть, писатель, может быть, ученый, немецкий, которого, значит, беседовали, спрашивали его о жизни, и он в этой беседе рассказал удивительную вещь. Когда к власти пришла Национальная Союз Партия Германии, начались погромы. Я сказал, да, ну, ребята, это они балуются, это их остановят. И промолчал, естественно. Через некоторое время пришли к моим соседям и их арестовали. Я сказал, ну, это ошибка. И опять промолчал. в следующий раз пришли за мной. И вот так же то же самое происходит и сейчас. Конечно, это не национал-социалистическая партия, безусловно. Идеология сейчас, слава тебе, Господи, пока что, по крайней мере, не играет кардинальную роль. Она есть, она присутствует. Господи, программы посмотришь, читаешь, посуди выдаешься. Оказывается, в России есть все основания стать лучшей страной мира. Зачем лучшей страной мира? Почему лучшей? Вы просто станьте, сделайте хорошую страну для своих граждан. Ну, ладно, идеология пока, по крайней мере, естественная. Хотя, вот эти аресты за участие в митингах там и так далее, это начало. И мы молчим. Так вот, подождите, и за вами придут. А, нет, мы-то не молчим. Вот, вы и правильно делаете. Потому что, на самом деле, если об этом молчать, то не успеешь оглянуться. Это так вот кажется, что, ну, это... Знаете, после моего визита на квартиру Андрея Пьянковского на Фрунзенском и сказали, ты уже в разработке. Поздравляю. Разумеется. Я говорю, спасибо. Ну, а ты сиди, молчи. А вы знаете, что мы с Андреем Пьянковским вместе работали много-много лет? Нет. Он был сотрудником Института системных исследований, и я был сотрудником этого института. Мы столько разные отделы были. Хотя, но мы не дружили. И мы действительно и тогда мы были, в общем, не... не во всем, скажем, мягко говоря, согласны, но это не мешало нам работать, не мешало нам обсуждать его на ученом совете выступления и так далее. до разработки. Хорошо. Вот мне, объясните, пожалуйста, мне и нашим зрителям каналу, какую промышленную политику сейчас ведет государство. Вот я не могу понять. Вот с одной стороны мы, значит, у нас все хорошо в атомной отрасли, да, мы их экспортируем, то есть строим электростанции, пытаемся возобновить производство широкофизеляжных дальнемагистральных самолетов, а с другой стороны вот по последним данным доля нефтянки растет и обрабатывающая начала падать все равно. Ну, я не согласен, я не думаю, что уж так падать, она особенно не поднималась. Поэтому, да, на фоне, конечно, роста цены на баррель нефти и разработки новых месторождений и их поиск, конечно, не столь успешно. Вся остальная промышленность работает. Но думаю, что все-таки здесь мы немножко перегибаем палку. Мы в смысле эксперты, которые внимательно следят за промышленной политикой, экономической политикой и так далее. Дело все в том, что результаты экономической политики и промышленной политики сказываются в течение длительного времени. Вот сходу так вот взять и сказать, давайте мы сегодня поднимем станкоинструментальную промышленность. И она сразу поднялась. Так не происходит. Тем не менее, вот два года назад и наш комитет, и другие, кстати, и торгово-промышленная палата, и многие другие поднимали вопрос о возрождении станкостроительной промышленности. Подняли. Сейчас все-таки она начинает возрождаться. Меня поразило, когда довольно-таки ой, крупное наше оборонное предприятие, у меня нет оснований не доверять его руководству, которое сказало, что когда были введены санкции, мы практически без особого труда нашли российские станки, которые мы не производили, стали производить. Стал, появился заказ, стали производить. Я так удивился. Мне казалось, мне всегда казалось, что ну уж по станкостроению-то мы так далеко отстали. У нас такие отсталы. Да, у нас на заводах стоят станки даже еще царя гороха. Но оказывается, мы в состоянии все-таки производить современные программным управлением станки и так далее. Сейчас промышленная политика, она, конечно, и хочется, и колется, что называется. Вот хочется, чтобы все-таки мы слезли с иглы нефтяной или сырьевой иглы и перешли на объемы достаточные для занятия своего места на мировом рынке в обрабатывающей промышленности, машиностроении особенно и так далее. Этого не получается. Дело все в том, что тот спад, который произошел, это был не спад. Это была катастрофическая смерть. Это не было постепенного такого угасания возможностей. Нет, люди сразу потеряли работу, они сразу ушли из институтов, из КБ и все прочее, стали заниматься, я не знаю, чем только они не занимались. Я почти всю жизнь такую большую прожил в Наукограде Фрязино, там есть институт, так называемый исток. Это центр современной радиотехнической промышленности, высокого уровня и так далее. Больше половины моих друзей ушли, потому что зарплату не платили. Они стали, как они называются, которые ездят по челнокам стали. Вот. Сейчас, но в связи с тем, что все-таки оборонная промышленность опять стали уделять повышенное внимание, но все более-менее стало восстанавливаться, и они там ну уже вернуть-то многих нельзя. И они потеряли квалификацию, да они уже и не хотят, потому что, ну, например, меня вот спрашивают, они даже лауреатами были, я говорю, что ты не возвращаешься? Да если я сейчас вернусь, больше я не в Турцию, не в Испанию, никуда не поеду, меня закроют. Даже это соображение в общем-то сказывается и действует. Поэтому, значит, все-таки промышленная политика так или иначе, ее все-таки не только пытаются сделать, но она все-таки складывается. В чем же проблема? А проблема в том, что промышленная политика не согласуется или не коррелируется с финансовой политикой. до тех пор, пока финансово в голове главным пунктом финансовой политики станет сбережение денег на всякий пожарный случай, до тех пор никакой промышленной политики реально не будет. Потому, что на это работает Центробанк. он теперь держит инфляцию. Уже меньше 4%. Какая радость! Ребята, а если мы перестанем покупать, то она будет вообще нулевая. Ведь надо же сравнивать, с чем происходит. А происходит то, что... И вот сейчас в великой радости стали все газеты, Госкомстат стал издевать. Люди пошли в магазины. Они стали покупать. Все, они махнули рукой, и они стали покупать. А я вспоминаю 3 года назад потрясший, ну, я бы проимен меня, шаг японского правительства. Они стали выделять каждому японцу, включая грудного ребенка, тысячу долларов. Просто дают. А одним единственным условием. что эти деньги он позватит на приобретение товаров, произведенных японскими компаниями. Потому что японские компании производят такие товары, которые десятки лет не выходят из строя. Черт их возьми. И они купил себе соковыжималку, и она у него сто лет выжимает. А в это время компании работают, новые модели придумывают, новые соковыжималки, а их не покупают. Кстати, в тему завтра поеду покупать фотоаппарат японский Минолта уже 30 лет тому. Вот видите, ну что это за безобразие? Ну может даже компания работать в этих условиях? Она выпустила и этот товар он сейчас купит и он еще вам на 30 лет он возводит. Так что на самом деле промышленная политика сама по себе без финансовой не обязательно она должна идти ну что называется в полном соответствии что ли. Не обязательно потому что помимо промышленной политики к сожалению а может быть и к счастью существует еще и такая политика как социальная конечно там надо о здоровье думать об образовании и так далее и так далее но под этим соусом нельзя все все абсолютно все решения даже президента я не забуду как однажды он сказал я попрошу министерство финансов там посмотреть там попросит ну вообще-то он прав кстати обратили вы внимание что теперь все абсолютно все министерства они только силовые подчиняются президенту не Медведев собирает заседание правительства а президент собирает правительство а почему же почему не председатель правительства а потому что указать на те или те есть есть неприкасаемые тот же тот же тот же та же Роснефть так что на самом деле еще один недостаток вот этой промышленной пари которая я считаю что все-таки существует и она складывается еще один крупный недостаток стоит в том в общем недостатке всей системы управления у нас становится постепенно ручное управление все надо дойти до президента президент скажет сделают не скажет ничего невозможно ничего невозможно сделать вдруг ни с того ни с сего значит начинают выделяться деньги на то и на все откуда это а это вот губернатор передал Путину вот эти знаменитые зеленые папочки вам это ничего ничего не напоминает вы представляете губернатор получает считайте госзаказ от президента а не от тех людей которые живут на его территории и он сам некоторых сознаются да ко мне приходили а я ничего не могу он ничего не может поэтому надо обращаться к президенту дальше механизм такой президент передает эту зеленую папочку губернатору губернатор берет эту зеленую папочку приходит министерство финансов и говорит а вот же мне президент сказал давайте и поэтому поднялась теперь новая волна ребята давайте разберемся ведь у нас все большая часть регионов закредитована давайте мы как-то разбираться как же они будут разбираться я думаю что все догадались эти долги списывают да ладно ребята давайте начнем сначала и сколько это будет продолжаться зная об этом теперь только глупый губернатор не будет брать кредитов потому что он знает рано или поздно если он даже не вытянет их ну его-то снимут ладно но губерния область останется а потом ей гляди и все-таки спишут потому что реально денег нет потому что централизация всех финансовых потоков она к этому именно к этому и привела так что промышленная политика существует но она никак не согласована с общей системой она не вписана в общую систему управления и она не согласована с финансовой политикой мы временами ездим в регионы бываем на подприятиях иногда щупаем фундаменты если там трещины и вот одна из последних наших подъездок была Ставрополь знаменитый завод монокристалл который выпускает сапфировые стекла да знаю но и даже у таких вот прекрасных подприятий ну просто прекрасных и то они уже находят необходимые новые мощности строить уже не в России а в Китае считают более выгодным ну не только из-за фундаментов нет я просто говорю как пример и рядом другой завод я не хочу называть какой завод но неважно у него половина завода стоит потому что есть избыточные мощности ну после краха определенного я говорю а как как вы как вы проблему решаете приезжали из портова ритейла сказали вот как хотите но отпускную стоимость снижайте на 10% хотите полевое масло вводите что хотите делайте вот мы доехали да 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 ну насчет того что почему они предпочитают разместить производство не у себя а в Китае это 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 не так не так однозначно вот потому что во-первых связано все-таки с тем что в Китае пока что по крайней мере не во всех кстати компаниях не во всех отраслях пока что оплата труда не очень высокая она кстати не намного выше нашей но все равно выше почему же они идут все равно туда а потому что там для того чтобы нам построить цех нам надо два года помните как в этом фильме фагофософилис два года ходить и решать вопрос подключения к электричеству к газу к территориальному воду к водоснабжению и так далее и так далее Китай это делает тоже они тоже недовольны кстати и стараются и говорят что они будут заниматься этим тем что все таки это подключение существенно короче то есть так называемый дуинг все таки будет получше есть еще одно очень важное о котором мы вообще молчим на китайское предприятие секретарь райкома партии прийти не может как его не может нет не может почему у него же там члены партии нет он должен обратиться в обком партии и должен объяснить зачем он туда идет а там говорит собрание будет а что без вас не может нет меня пригласили а вот если пригласили идите тогда все начинают хихикать ну попробуй его не пригласи оказывается нет ничего страшного если его не пригласили ничего не произойдет контрольные органы только по плану он заранее знает если он к этому времени специально подправит все уберет то что не нужно видеть какие там то об этом немедленно будет знать так называемый как же у них называется но то что у нас было раньше народный контроль они донесут он об этом прекрасно знает и тронуть его нельзя будет и самое главное китайцы раньше нас мы сейчас слава богу тоже я входил в эту рабочую группу и мы этим занимались и попытались это пробить ну я не знаю насколько это удастся китая контроль осуществляется по оценке риска если предприятие готовит лапшу его будут проверять чуть ли не каждую неделю но если оно производит станки его вообще проверять не будет потому что риск у него застрахован а все остальное сделает рынок у него больше никогда не купят тут товар который они сделали и они пуще всего боятся именно этого потому что они поставки осуществляют не только в Китае и кстати главным образом на экспорт они очень высоко ценят экспорт до сих пор вот следующее это китайский производ нет наоборот анти китай не хвалить Китай так что поэтому они хотят разместить свое производство Китая вот такой вопрос к вам мы говорили о станках вот смотрите вот 50-60-е годы у нас первый остановка щепу там работал на авиационном горьковском авиазаводе еще в 64-м году и мы экспортировали самолеты вот миг-17 миг-19 потом совместно налаживали с Китаем то есть мы были технологически маяком который много чего первый автозавод китайский много что делали там а теперь первое это я веду в Китае построили строили строили давали давали им технологии а сейчас такая печальная ситуация складывается не скушат ли они нас с потрохами нет это исключено во-первых у нас масштаб огромный нас проглотить очень непросто можно проглотить я не знаю ну Венгрию Болгарию ну кого угодно даже наверное Испанию теперь а нас нет это невозможно дело дело все в том что им это не надо ребята покупайте мы все производим и все покупайте ко мне приходила не так давно одна компания с проектом замечательный проект просто просто мне очень понравился ну все они там рассказывают как они воду там все причем производство ну элементарное воду разливать оборудование не заказывают в Китае почему в Китае а у нас его не делают зачем мы делаем вот самолеты космос и прочее и прочее а на самом деле китайцы полностью повторили опыт Японии японцы они этим отличались от американцев и очень сильно их этим самым в этом опередили все технологии которые они разрабатывали для оборонной промышленности немедленно были для гражданской продукции немедленно не так как у нас завод который производил буран стал делать стиральные машины нет они стали делать они технологии стали а дальше пожалуйста крупные компании и не брались за эти технологии гражданские им надо было свои делать поэтому появились всякие кооперативы малые предприятия государственные муниципальные но все таки они были так что на самом деле с нас купят ли они нас да они перестали уже покупать у нас предприятие все был такой период примерно лет пять когда китайцы приезжали сюда и смотрели что купить сейчас они уже не покупают а зачем у нас свое есть мы свои создали предприятия мы своих научили и уже к сожалению память человеческая не не человеческая а политическая очень короткая они уже забыли что начинали то они с того что мы все отдавали ну были были ладно потом они прошли очень неприятный период когда они воровали прям в открытую они брали наш самолет разбирали его до винтика один даже исчез один из контейнера да да и просто нету все как вот было 4 самолета должно было выйти вышло 3 а куда 4 не знаю нету вот исчез просто там и так далее правда никто никогда не рассказывает итоги этого вот такого воровства а итоги очень смешные вот предположим с этим самолетом украли они самолет до винтика разобрали все увидели все все повторили собрали не получают самолет не летит как же так ну мы все все то же самое сделали не летит что делать позвали приходится звать русского русских призвали русского инженера он пришел посмотрел сказал вы ребята все правильно сделали но вот эту пипочку совсем не надо ставить но она там же она просто стоит она не работает а она там что-то отключает и так далее и так далее то есть на самом деле ну они прошли этот вариант этот путь они воровали европейские там и так далее сейчас давно этого нету они многие технологии во-первых покупают но их на них сыграло еще и то что очень многие крупные западные компании переместили производства туда вместе с технологиями сейчас в связи с тем что у китайцев зарплата тоже выросла и уже не столь выгодно они обратно возвращаются особенно некоторые такие как Трамп президент который требует рабочие места не отдавать туда сделали здесь они снова возвращают а технологии тут уже остались так что на самом деле нам ничего этого не грозит вот это опасаться совершенно не нужно скорее наоборот нужна теперь нужна обратная кооперация с китайцами но они не идут черт возьми они говорят ну а зачем значит ну вот мы говорим вот у нас там я не знаю сталь например мы варим а мы уже тоже делаем как да вот мы сделали вот мы там купили то есть опять все теперь все то же самое и мы делаем поэтому нам вот это нам на мой взгляд безусловно я не буду каждый раз оговариваться что я не вещаю и не не предвещаю не пифия но это по моему мнению знаете я тут вас слушал про потерю управляем вспомнил только одну катастрофу когда полярность моторчик перепутали триммеры работали в другую сторону был такой вот и я как раз вспомнил вот потеря управляемости это и вы исходя из нашего интервью из логики вы говорите что мы несемся вниз и тормозов вообще нет у нас уже воздушных чтобы остановиться и чем это кончится вообще ну плохо плохо быть провозвестником катастроф и все прочее и прочее у меня единственное что я сам мне сильно это удручает у меня внуки они здесь живут они не собираются никуда уезжать из страны ни при каких условиях и мне конечно хотелось я о себе это уже все поздно думать о них мне хотелось бы конечно знать чтобы страна все таки но мне утешает только одно вы знаете сколько раз Россию хоронили я там пытался так как-то так посчитать в уме безусловно и нашел что ну десяток раз точно все Россия погибает одна только чего одна только чего стоила там революция там и так далее все эксперты все значит ну не только гуманитарии скажем так но вот такой значит я считаю что выдающийся инженер как Зворыкин он говорил до тех пор пока власти пришивики в России существовать не будет существовало просуществовало выбилось даже в лидеры в определенный момент каком-то для какой-то части земного шара как же это было маяк для стран социализма там ну и так далее и так далее все потом все рухнуло так и здесь Россия очень любит доводить все до крайности в России все любит до крайности я называю это великодержавный экстремизм обязательно экстремальная ситуация должна быть вот когда уже все и падать некуда нефть уже никому не нужна или она там нужна литрами а что же а у нас вроде как ничего нет и вот тут окажется все есть ребята только вот это дело там на таком дворике это дело на таком а давайте мы сейчас это и начнется там и так далее рост скажем так дело в том что да нас действительно спасает ресурсы они на мой взгляд они вообще неисчерпаемые потому что они постоянно воспроизводятся многие из них ну лес мы до сих пор даже санитарные вырубки не можем полностью выполнить это удивительно даже санитарные то есть то что обязательно надо даже их мы не можем срубить все не хватает людей не хватает транспорта срубить то может быть срубит так не вывезет они сгниют там ну и так далее так что ресурсы безусловно нас в этом смысле это это как залог и все-таки я считаю что русский народ он вот голь на выдумке хитра мне понравилось опять же фамилию не смогу привести выступление одного немецкого на одном из форума одного немецкого специалиста он говорил если вы хотите произвести какую-то вещь в огромном количестве ни в коем случае не размещайте производство в России а если вы хотите сделать что-то уникальное только в России вот сделать что-то этакое блоху подковать там и прочее вот это мы гораздо как только надо сделать это массовое производство дальше начинается и того нет и сего нет там пьяницы там не хотят учиться не хотят переучиваться нет ладно пойдем к китайцам представляете удивительная вещь значит наши тут сделали некое изобретение ну даже не изобретение изобретение все-таки систему некую они такую создали и не смогли ее развести почему вы знаете вот здесь здесь все автоматизировано все компьютеризировано но вот здесь есть вот такой участок где должен обязательно стоять человек и он должен смотреть и как только загорится зеленая лампочка он должен нажать кнопку так нет ребята мы не можем почему же не можем ну вы знаете вот он год постоит два постоит а потом плюнет скажет да ладно и не нажмет и все сломается а у нас это миллион убытков пойдем лучше к китайцам а китайцам если скажешь вот это стоять и нажимать кнопку он сто лет будет стоять и все будет нажимать менталитет ну и все прочее так что на самом деле я думаю что нам не угрожает никто не Китай ну а больше кроме Китая никто и наверное и не подтянул бы у него все-таки они тоже гиганты там и так далее в этом отношении может быть вот это и расхолаживает нашу власть а куда она денется все будет не хотелось бы чтобы это было через то что сначала надо все дойти до плинтуса а потом подниматься